так сейчас я все стримы запилю мы с вами могли спокойно так почему превьюшки не работают человек его знает так в любом случае короче начинаем музыку запускаем микшер проверяем музыка не слишком громко музыка не слишком отлично значит это у меня тут субсенсорс открыт контактик я гашу значит сегодняшний план я как написал в комментариях сегодня подготовился значит так 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 значит видите я уже заготовил мэш моделить мы будем вот у нас это вот эта труба придерживаться мы будем вот такого референса мне нравится как он выглядит значит отличие от референса будет то что мы чуть более сужаемся и вот здесь вот крыша видите она такая узкая монет не очень нравится она будет расходиться и мне очень нравится вот эти элементики так что возможно что вот здесь мы добавим как здесь вот это другого цвета то есть камень и какого-то другого цвета типами я думаю что вообще в этом рефе это металл но если честно я бы сделал уж не такой металлическая мне кажется металл будет выглядеть прикольный сейчас я отпишусь так окей значит мы полностью готовы задачу обсудили так что поехали модели это наша труба видите она хайпольная значит мы с вами сразу же будем переходить сейчас к ну смысле она не кайпольная глупо сказал то что она уже как готова к работе и мы еще сразу будет проходить собственно к работе сейчас я пойму да внутри такой то мы ничего не сделать немножко по интереснее то есть мы сделаем вот тут вот сужение ну чтобы она не была таким угловатым а кроме этого вот этот кусочек мы с вами выдираем я подождите я наконец-то на сторону горячей клавиши потому что я вечно говорю что у меня на работе по-другому я вам сейчас заодно покажу значит я очень люблю вот например на заделывание дырки у меня на работе стоит alt f соответственно что мы делаем мы идем в windows settings hotkey editor операция fill hole это у нас фил холл и жму alt f сохраняю в сете my shelf и теперь вместо того чтобы тянуться на самом деле надо еще это на бридж сделать но с бриджами вещи забываем так в итоге на черта я это сделал лет дело для того чтобы я мог insert луками сделать вот так вот зачем я делаю это я делаю для того чтобы разбить на а да я еще обещал показать на что я сделал с подвалом ну давайте я пока что запущу анрил и не хочу на самом деле анриловский проект держать на фоне потому что он все таки сжирает ресурсы это сказывается так я хотел сделать чтобы сделать тут я хотел сделать две деревяшки но я смотрю на рефе тут по три деревяшки так что давайте control z control z и сделаем insert loot tool но пять штук смотрим значит сколько у нас тут деревяшек получится раз деревяшка два деревяшка три деревяшка получится так сделать да только для этого надо еще сделать по одному лупу вот так вот значит это будет 1 это будет 2 это будет 3 и то же самое надо сделать вот здесь и центральная лупа мы удаляем так и не значит у нас получается 1 2 3 3 раз 2 да это опора нашей конструкции конечно как-то я хитро все это сделал можно было наверно проще да и получается надо сделать вот так вот и сейчас это все объединим при джиме что-то я как-то выдумал ну да ладно ага еще почему-то тут я удалю мод быстренько сделаем я чуть не подумал этот момент так сделали и вот здесь теперь спокойно эту дырочку заделываем раз дырку заделаем 2 чек участики пока все пусто отлично так и мы получили нашу крышу наша крыша будет состоять из-за такой фанеры да ну смысле это будет металл на котором или черпица ну да металл на котором будет черпица самое логично на самом деле хотя не знаю кстати как кладется черпица как она вообще фиксируется но у нас будет короче металл металл вот этот кусок металл этот кусок да давайте не будем в одном отчестве черпица это будет такой интересный раз металл два металл типа вот этот 1 и 2 ага и это все держится на таких подпорках звучит логично значит металл надо соответственно отделить отделяем в новой маш его то есть чтобы не запутаться когда будем проскучивать это отделили это отделили и крышу еще отделяем все вот это у нас будет нашим камнем и тут можно поступить разными способами как вы знаете то есть тут можно либо на уровне лоу польки все это надробить либо это уже про моделью в зибраше всю эту фактуру на самом деле у нас очень большой такой есть кусок рефа на то как это должно выглядеть так что наверное наверное я попробую сейчас вот эту штуку сразу начать скульптить набирать масса я не очень люблю набирать масса в зибраше но давайте я это еще не показывал то есть я делаю такую совсем простенькую болваночку а пока тут жму запустить анрил я еще не обновился кажется там обновление вышло какое-то крупное так здесь сделали дальше вот этот металл металлу делаем значительно более уверенную фасочку и и от отбиваем еще чтобы она была жесткая до жесткая фаска и тут делаем вот таким образом так и давайте не знаю зачем но сделаем вот так так металл наш отбили мне все равно не нравится же я очень хочу чтобы тут была прям жесткая фаска чтоб общая была не жесткая а вот хорошо то есть надо единственно будет придумать как этот чертов металл будет крепиться к но вообще по идее должна быть какая-то выходная вообще я так смотрю на рев там просто чуть ли не сверху кладется блин это пластин как-то как-то чего-то супер умного придумывать может и не стоит так теперь занимаемся верхом вверху мы делаем нет не так делаем вот так отлично так и давайте да вверх надо сделать пожестче и соединяем это с помощью и для ужесточения вот этой грани делаем вот такой экструдик а отлично и давайте добавим еще или не стоит да не я думаю не стоит на самом деле я лучше тут пройдусь уже в зебраша значит давайте групп это просто жмем я планирую сделать их довольно быстро я надеюсь проблем с этим никаких не будет ага единственное перед тем как я не понесся дальше давайте я все таки сделаю вот эту фишечку которую я упомянул что вот здесь я хотел сделать немножечко вот так и здесь сделать вот такое расхождение да как будто бы один мэш на другом мэша так вот сюда сюда и сюда так это неплохо так все вроде бы на все накидали на всякий случай делаем мэш клинап я думаю до папа папа рамос это мы доберемся к 11 я если что прервусь в скульпте просто чтобы показать что там происходит так все инициализируется зебраш я пока показываю свой проект как видите и слышите у нас обновлением музычки наконец таки а я все еще не настроил чаты поэтому если я не сразу вам ответил извините я как только увижу ваше сообщение в чате обязательно отвечу так так все грузится надо глянуть процессор удерживать процессор удерживать смотрите вот вот значит наш подвальчик он немножечко маленький его надо увеличивать в размерах но в целом я не немножечко покрутил я не до конца доволен еще в мармасете он мне нравится побольше а если я смог в мармасете выкрутить то что я хочу значит и здесь я смогу выкрутить давайте мы его просто сделаем побольше видите свет как то очень странно заперся из-за того что видимо он маленький но в целом единственное думаю вот эти петельки все таки увеличить да чтобы они выглядят интереснее но вот собственно с помощью к викселя получили вот такой подвал который нас заменит вот этот кусок ну и плюс я тут еще над домиком поработал вообще его надо конечно отделывать тут надо какую-то галку поставить чтобы это прошло ладно этим мы сейчас заниматься не будем свет в анриле надо заново слушать этот курс не курс а это academy lightning academy он говорил почему такое появляется на источниках света так смотрите значит вот наш вот здесь давайте мы сразу делаем криз так что-то у меня ага окей поехали извините так что я хочу я хочу значит сделать крис с крисом все хорошо и делаем после этого динамеш нет я хочу динамеш на три сотни мгм маловато будет ээээ хочу динамеш на 6 сотен да окей Поскольку мы с вами сразу же будем уходить в такую, ну, объект маленький. Вот тут, кстати, вот мне нравится, как проходит первый лук. Давайте тут сделаем тоже криз где-то градусов 57, да? Да, тут хорошо. Я лучше фаски отобью ручками. Тут ничего не делаем, тут просто вот так вот. Тут тоже все хорошо. Значит, нас с вами интересует именно вот этот момент, да? То есть это самый, на самом деле, важный момент за скульптить вот этот кусочек. Для того, чтобы понять, чего мы придерживаемся, я себе выношу два основных референса на стиль скульптинга. То есть это будет вот у меня тут типа как на концепте и как в реальной жизни. В реальной жизни, значит, тут я вижу такие очень большие куски. Как мы их будем делать? Вот, первое, конечно же, нам нужен динамеш. Без динамеша делать то, что я хочу делать, будет довольно сложно. Делаем динамеш. Значит, получили сеточку. Дальше у нас несколько вариантов, как мы можем работать. Первое. Мы можем наметить с помощью клей-билдапа вот эти большие куски. Ну и, наверное, да, я сказал, мы будем набирать массу. Давайте, соответственно, набирать массу вот этих кирпичиков. Причем, несмотря на то, что я тут нарисовал кирпич криво, так делать не нужно. Кирпичи должны располагаться. Они кривые сами все камни. Но пытаются они располагаться более-менее аккуратно. И лучше избавиться от вот этих вот... Так, я случайно включил динамик сабдив. Нам лучше избавиться от вот этих острых грани, потому что эти острые грани не дадут нам возможности нормально нафигачить камни. Как бы это не единственный способ. Можно было там сделать камни отдельно мэша. Можно было порезать в майе. Можно было в Substance Designer. Можно было воспользоваться готовым материалом. Способов масса. Но то, что я хочу, я хочу сделать с помощью зебраша. Так, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Значит, боковинки мы с вами отбили. Значит, сейчас я смотрю на референсе оригинальном. Сколько там должно уложиться в ряд? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь рядов камней. А на этом раз, два, три... Ну, тоже примерно восемь. Значит, восемь рядов камней укладываем. Это я пока что... Пока что просто намечаем, как должны идти рядки вот этих вот камушков. Потому что мне нравится вот этот референс, потому что там очень большие камни. Ну, вообще у нас игрок вот эту штуку будет видеть практически нисколько. Так, это раз, два, три, четыре. Это у нас... Пять. Шесть. Значит, тут и сделаем... В основании у нас будет относительно тоненький. Раз, два, три, четыре, два, четыре, шесть, восемь. Окей. Вот здесь можно сделать вот так вот и вот так вот. А внизу будут тонкие. Это вполне логично. Такое вот я вижу используется. Так. Прекрасно. Теперь, значит, мы начинаем нафигачивать. Можно сделать теперь вот так вот. То есть, что я делаю? Я как бы разбиваю, как эти камни будут расходиться между собой. И потом каким-нибудь клеем это дело буду заливать. Плюс я вижу, что вот есть всякие такие штуки. То есть, когда делаются... То есть, вот на этом моменте вам главное ни в коем случае не увлекаться детализацией ни в каком виде. То есть, все, что вы должны, это намечать, как оно, примерно, должно выглядеть. Если хотите начать как-то детализировать, просто бейте по рукам. Это не то, что вам нужно на данном этапе. И это будет только в минус. Так, соответственно, продолжаем. Я вообще, как сказал, не очень люблю этот способ. Мне немножко сложно набирать массы взебраша. В смысле, вот как-то я совсем... Я вот... Вообще полигончики люблю, вот честно. Но... Почему бы нет? Мы так еще не делали. И я надеюсь, я наконец-то засел за Substance Designer второй раз, грубо говоря. То есть, у меня была попытка, но тогда я не справился. Сейчас я засел в лютом восторге. И надеюсь, спустя какое-то энное количество часов практики... У меня получится выдать что-то интересное. И я вам обязательно покажу. И плюс, я уже на стримах это упоминал. Вас ждут материалы с Game Textures. Пока я, думаю, повешу в группе голосования, какого типа материала вы хотите увидеть. И что наголосуете, то и повесим. Так, ну вот, грубо говоря, вот таким вот образом, сейчас нехитро, мы намечаем камушки. Так. Так. Как видите, пока что в кисточках я особо не разгуливаюсь, я просто примерно прикидываю, плюс надо понимать, что слишком сильно объем не нагонять, и вообще форму мы принципиально менять не можем, потому что, даже не можем, потому что у нас есть лополька, которая мы ограничена. Но при этом, видите, все камни хаотичны, и, грубо говоря, в этом плюс этого способа, то что он самый долгий, наверное, один из самых долгих, вот так вот проскручивают все камни, но в отличие от всех таких способов, такой подход дает вам самую такую художественность, назовем это так, то есть самую большую вариативность, но это не всегда плюс. Так, ну в целом, кстати, мне нравится, но при этом мне вот, говоря, нравится то, что рисовывается, у меня какая-то вообще любовь в скульптить камни и дерево, я не думал, что когда-нибудь это скажу, но... Я не знаю, это успокаивающе, что ли. Видимо, мозг в этот момент вообще никак не работает толком. Я такой, расслабляешься и просто накидываешь. Но при этом камни у нас будут довольно фоторильные, и надо будет накидать какой-нибудь интересный нойз, но при этом без фанатизма, потому что мелкую детализацию мы будем все равно делать всякими материалами. Я все равно за текстуринг. Несмотря на то, что я вот люблю поскульптить камни. Кстати, у нас очень прикольно получилось, что я немножко сбился с линии, но мы с вами это можем вот так вот поправить, это создаст такую реалистичность. Ну, на самом деле, в реальном геймдэве это был бы мракышкин труд, потому что игрок у нас эту крышу вообще... А у нас он ее вообще не увидит. Грубкая, мы ее включим в портфолио. Так, давайте я закрою Unreal, я вам все равно показал, да, что тут получилось. Кстати, сейчас, секундочку, вот мы делаем вот эту крышу. Вот это. И когда дойду, я расскажу, почему мне понравился квиксель сейчас, вот. Ну, на самом деле, я скажу то, что уже многие говорили. Это не только мое мнение. Я вообще очень удивлен, я квиксель не использовал практически, а тут внезапно он мне зашел. Так, намечаем, продолжаем намечать все наши прекрасные камушки. Пока что я не намечаю даже трещины. То есть, мне главное сейчас вот эту фактуру получить. Вот тут можно нагнать чуть побольше и сделать как-нибудь вот так вот. То есть, в оригинале, в оригинальных этих камнях, там будет еще раствор. Можно будет вот сделать эффект раствора такого для, мне хочется сказать, монтажа. Монтажа не совсем правильно. Для кладки. Который будет у нас торчать с этих боков. Я еще не знаю, будем мы его проскульпчивать или делать каким-нибудь нойзом, или делать текстуры. И тут вариантов на самом деле много. Это все потом. Сейчас главное... Видите, даже на самом деле, это парадокс, но даже, видите, вот в таком абсолютно отвратительном виде это смотрится издалека довольно интересно. Если ваша работа смотрится интересно даже издалека, это очень хорошо. Это значит, что, скорее всего, вы двигаетесь в хорошем направлении. Если работа издалека смотрится плохо, значит, наоборот, вы делаете что-то не так. Эту мысль повторяют очень-очень много раз. Только по одной причине. Потому что, во-первых, все на ней ошибаются, да, всем хочется... Если вы думаете, что крутанам не хочется позадрачивать детальки, вы ошибаетесь. Просто люди профессиональные, они умеют себя отдергивать, когда они начинают заниматься вот этим извращением. Так что и особенность крутанов именно в том, что их работа еще даже издалека смотрится круто. Это, кстати, на артстейшене каком-нибудь видно по том, что если там превьюшка персонажки, это не совсем честно, то на плохую превьюшку окружения, представьте, локация будет выглядеть неинтересной превьюшкой. Вы же в жизни туда не зайдете посмотреть о том, как человек задорчил все. Ну, серьезно. Значит, вы должны каким-то образом вашу локацию показать в виде маленькой превьюшки. Маленькой превьюшки. Очень маленькой превьюшки. А значит, ваша локация должна вот умудряться выглядеть классно на этой маленькой превью. Конечно, можно поспорить, там, исключение, то, что иногда там люди делают, типа, кусок кадра, но это их решение, значит, у них есть такой интересный кусок кадра, который они могут показать и завлечь человека. Но, думаю, мою мысль вы поняли. Так, ну, мы практически наметили все, что у нас тут будет. Вообще, то, что я делаю, наверное, когда будете делать для себя, можете, но в реальной работе, вот говорю, это один из самых неэффективных способов, то, что я сейчас делаю, но поскольку работа для себя, и я хочу показать и процесс, и немножечко поэкспериментировать, я так делаю в работе. Скорее всего, бы я взял какие-то фотосканы, особенно для такого куска, и использовал их. Либо готовый материал, ну, как в прошлый раз мы пытались, но вы убедились в прошлый раз, что это выходит очень сухо. Но, если посидеть, сделать какой-нибудь хороший базовый материал, например, вот такого, то есть у меня такой кладки будет очень мало, но в играх очень редко бывает, что какая-нибудь вот такая кладка встречается редко. Значит, у нас было бы атлас текстура вот этого камня для труб, который мы могли бы использовать. Значит, скорее всего, мы создаем один раз этот материал, и его везде тыкаем там в фотошопом или в сапсисе. Это уже другой разговор. Так, чекаю на всякий случай чатики. Чатики молчат, но смотрят. Спасибо вам за это. Надеюсь, у вас все хорошо. По дальнейшим планам, как я сказал, выгружаем материал из Games Textures, в четверг разбираем новый домик, мой домик, который я делал для конкурса. Я его еще буду дорабатывать, наверное, не на стриме, потому что нам надо, у меня по плану вообще за май доделать домик этот, вот который мы сейчас делаем, именно домик, как бы без пуска, а просто чтобы домик был нормальный, фоторильный домик, чтобы он нормально смотрелся. Доделать этот фоторильный домик со всеми элементами, доделать там еще одну свою работу, которую я нигде не показывал, дорисовать карту и дорисовать домик стилизованный. Что-то работы до хрена, наверное, не все успею. Но, что поделать. Короче, да, и, наверное, дорабатывайте домик, который я покажу в четверг и обсужу. Стрим получится довольно большой и не по карте, так что карту я буду делать, видимо, в отдельный день. Не знаю, как еще поступить. Короче, много всего надо успевать. Ну, с картой там надо еще долепливать. На стриме я все равно это все показывал. А вот с домиком все этапы, я думаю, это будет интересно. Так, смотрите, мы наметили наши камни, после чего давайте рискнем, сделаем Дайномаш. Немножко пресновато. Давайте мы Дайномаш резолюшн все-таки повысим для 550. Окей, вот так мне... Посмотрите, ну, издалека это выглядит очень даже прикольно, смотря, несмотря на то, что мы просто накидали маски. Сейчас мы с вами поработаем, наверное, поработаем... Вот сейчас вот тот случай, когда отлично подойдет орб флэттен, кисточку орба. Она вот может выдавать вот такие вот изломы очень прикольные. Иногда они с перебором, но иногда она заходит просто отлично. Видите? Она, в отличие от всех остальных кисть, наверное, это одна из самых агрессивных кистей для создания фасок. И для вот этих камушков с нойзом она подходит превосходно. После этого, сейчас я гляну, рефы... Ну, вообще тут раствора нигде нету. Но я знаю, что он должен быть. Нам надо еще будет с вами закинуть вот в эти проемы маленькие камушки. Я все-таки пройдусь каким-нибудь дим стендертом, чтобы отделить камни друг от друга. А то они немного слиплись сейчас. Я хочу, чтобы разделение у них было все-таки посильнее. Накидаем какие-то трещинки. Просто у нас времени очень много. У нас еще 18 минут по плану на хайпольку. Как я говорил... Ну да, если что, я доделаю сам. Хочется работать быстро, по плану. Поэтому сейчас я, может быть, в чем-то схалтурю. Но, как вы убедились на подвальчике, я потом просто посижу, доделаю. Накидываем, значит... На самом деле, на многих камнях мне очень нравится узор, который у нас получился... клей-билдапом. Даже его портить немножечко обидно, но... У нас немножечко не про это. Но у нас реально получается уникальная такая текстурка. Но эту уникальную текстурку мы с вами еще воспользуемся один раз на второй трубе. К счастью, там можно будет обойтись обычным трансформом. Вот тут, кстати, не идеально. Поэтому я сюда... Вот очень хорошая кисточка. Еще клей. Клей отличается от многих кистей тем, что она, в отличие от всех остальных кистей, заползает в... Заполняет пустоты. Вот это ее, как бы, ключевая особенность, в отличие от кикой-билдапов и так далее. Поэтому я вам... Если вам надо что-то подзамазать, это одна из самых покаяющих кистей для этого. Так. Я знаю, что я пропустил какие-то камушки на другой стороне. Но если я пропустил, скорее всего, мне просто нравится визуально, как они выглядят. Потому что реально вот этот с динамешиной и... Билдап, он дает вот такую интересную фактуру, которая нам в целом подойдет. Мне кажется. Может быть, я ошибаюсь. И после бейка я просто пойду как-нибудь в спалле. Вот тут я сейчас вижу, что... Мне очень жестко режется. Поэтому тут я работаю трендинамиком. Трендинамик тоже замечательный кист. Не надо думать, что все надо обфлэтаном. Нет, просто... На самом деле, обфлэтан тут меньше подходит. Так. Хотя вот здесь я, наверное, все-таки забахаю. Так. Еще что могу сказать по группе и так далее. Я все-таки думаю, введу какой-нибудь маленький новостной блок. Разбирать, что там в индустрии происходит. Я, конечно, не супер-мега-эксперт, но пока я регулярно читаю все новости геймдэйвские. И думаю, можно делать в виде такой подборочки. 15-минутной. Просто для равнобрания стримов. Так. Сейчас еще надо будет вот пройтись. Нет, ну, выходит очень неплохо. Прям вот очень. Мне нравится, какая фактура у нас вышла у камушка, да? Нам еще надо разложить, да? Ну, давайте, короче, я не буду сейчас заморачиваться особо. Вот, предположим, я что-то там наскульптил. Надо еще, конечно, отфигачить металл. Но давайте мы хотя бы в фасочке быстренько отфигачим. Так, ну, окей, там, предположим, мы с вами... Ну, лоап. Сейчас, конечно же, я все сделаю. Так, нервар. Тоже вижу вопрос. Сейчас. Так, секунду. Сейчас отвечаю пока что в ютубе. Так, в описании ссылку на GoodGame добавил. Дальше. Здравствуйте. Как вы думаете, бесплатный софт баловство или, возможно, альтернатива? Конечно же, возможно, альтернатива. По крайней мере, в отношении блендера уж точно. Но пытаться блендером заменить, например, изображ, это очень плохая мысль. На самом деле, софт потихоньку идет по пути удешевления и так далее. Вот, например, я себе полностью купил все сабстансы, потому что они стоят меньше сотни баксов в системе. Ну, вы о чем? Вообще, софт просто великолепен. Что дизайнер, что сабстанс, пейнтер, и они полностью заслуживают, чтобы их купить. Мормассет у меня куплен. То есть, реально за мои деньги. Майю я использую студенческую версию, потому что дома я на ней не зарабатываю. На работе у нас куплено. То есть, сейчас софт идет по пути удешевления. Например, мода тоже по этой причине зашел, потому что у Autodesk сейчас политика этих подписок, и, соответственно, мода без подписки, он выходит тоже дешевле. Так что у бесплатного софта есть вполне, но я бы, скорее, поставил не на бесплатный софт, а на дешевый софт. Я думаю, софт будет становиться дешевле, он будет становиться доступнее и будет более узкоспециализированным, как какой-нибудь сабстанс. А не такие титаны, как Майя, которые делают все. Мне кажется, за этим большее будущее. Именно то, что мы будем учить там 20 программ. Всем хочется зарабатывать какую-то денежку, поэтому даже если софт бесплатный, значит где-то он платный. Движки отлично показали всякие Unreal, CryEngine и Unity, что можно зарабатывать на бесплатном. Прям совсем бесплатном, если к этому правильно подходить. Значит, если появится кроме Blender еще какой-то бесплатный аналог, такой серьезный. Я просто не знаю, какие еще серьезные бесплатные аналоги, кроме Blender. Может, не написав в чате, я прочитаю. Так. Отлично, отлично, отлично. Так что у бесплатного софта будущее есть, но если вы думаете о будущем, я бы поставил не на бесплатный, а на дешевый софт. Причем я бы скорее ставил на подписки. На дешевые подписки в духе 10 долларов в месяц, 15 долларов в месяц и кучи вот такого софта, либо на 2 софта. Я бы ставил на что-нибудь такое. Это мое видение, как человек, который пришел из индустрии продажи софта. Я немножечко видел это все изнутри. Все хотят подписку, все готовы, короче, меньшими деньгами рисковать, но чтобы они были регулярные. Зачем я сейчас промоделил вот эти штуки, не знаю. Ну ладно, промоделил, промоделил. У меня есть еще 10 минут. 10 минут мы с вами еще должны потратить на то, чтобы это дело развернуть в 3D-коуте быстренько. Ну да, короче, предположим, вот что-то мы сделали. Металл абсолютно не сделали, кирпичи не доделали. В общем виде я прям показал, что я хотел. Я думаю, понятно. Значит, что мы с вами делаем? Мы с вами идем в мае. Значит, что мы решили? Что вот эта часть у нас это наша труба. Ага. А почему так, интересно? Ну ладно. Сейчас располагаем там же, где прошлое. Но мы с вами изменили вот этот вот кусочек, поэтому его мы удаляем. И причем игрок, поскольку у нас не увидит вот эту часть, то даже ничего делать не будем. А вот здесь просто альтех я замыкаю. Так, а вот здесь мы с вами делаем вот так. Потому что это тоже у нас игрок не видит. То есть все лишние полигоны, даже когда в этом нет необходимости, я удаляю. Так, значит вот наш меш вместе с вот так, да? Ага. Объединяем это дело. Меш комбайн. Это у нас будет труба лоу поле. Труба. Запускаю 3D код. Экспорт, что это дело. Экспорт, экспорт. Труба лп. Так. И сюда импортим. Даже уже нам не нужно импортить ничего. Труба. Труба лоу поле. Так, вот наша лоу поле труба. ClearSims. И раскладываем это дело. Значит, тут мы сделаем вот такую раскладочку. И делаем вот так, поскольку... На самом деле на таком удалении все равно ни черта не видно, поэтому... Тут делаем просто разрезы с внутренней стороны, как у труб. И сейчас мы с вами уже почти добрались до... Бейка в Мрамосете. Расскажу, почему он классный. И какие минусы. На самом деле все не идеально. Ну, как и обычно. Так, вот этот нам полигон не нужен. Как я говорил, лишние полигоны я удаляю не столько ради удаления лишнего полигона, а ради того, чтобы он текстурное пространство не занимал. Это намного более критичный момент. То, что лишние полигоны, которые у вас есть, они занимают текстуру. Текстура это намного более ценный ресурс, так скажем. Так, а почему... Что-то у меня сбросились эти. Их вроде раз выворачивало, они... У меня почему-то все соскочило. Я, видимо, случайно нажал кнопку Clear Sims. Не очень удачно. Ну ладно. Сейчас быстро. И... Не знаю, как это так получилось, но ладно. Так. Возвращаясь в чате к GoodGamer. Не забывайте вступать в группу, вешаться там, в смысле, писать в комментариях, там, на фидбэк ваших работ. Если у вас есть пожелания, какие-то идеи по группе и так далее, я с удовольствием все выслушаю от вас. Так, смотрите. Грубо говоря, какая тут сделана единственная глупость такая по развертке, то, что я сейчас буду делать вот таких вот... Сколько у нас тут? Шесть-восемь одинаковых кусочков. Это не очень логичное действие. Правильнее было бы поступить, развернуть их... Ну, штучки две. Может быть, три. Но, поскольку у нас текстура вообще... Мы на это можем дать спокойно 2К, не заморачиваться. Поэтому... Окей. Сделаем разными. Так. Откуда у меня вот такой большой квадрат появился? Что вообще такое? А, ну потому что я не нажал кнопочку ангра. Окей, значит. Видим, что у нас все без потяжек. Давайте попробуем спаковать это дело получше. Пакуется пока что не очень хорошо. Попробуем разные алгоритмы. И, может быть... Ну, вот это чуть-чуть получше. Давайте... Очень много свободного пространства. То есть, минус какой. Тут очень много свободного пространства. Видите? Тут кусок. Тут кусок. Тут кусок. Это связано с тем, что вот есть вот такой вот элемент, который по дуге. И вот этот элемент по дуге. И еще вот этот элемент тоже не очень хороший, из-за того, что он вот так вот стыкуется. Давайте мы его разрежем, потому что игрок все равно вот эту штуку не видит. Она вообще, по сути, ни на что не влияет. А ситуацию она нам портит. И шов, который тут будет, он нам тоже особо и роли никакой не сыграет. Да, те же... Только ангра надо сделать. Вот. Вот это уже получше. Еще я люблю тут ставить... А, тут уже стоит. Пак UV давайте. Ну, это уже получше. Тоже не идеальная развертка, но если что... Ну, с этим можно работать. Если честно, я на практике убедился, что иногда неплохо иметь вот какой-нибудь такой островок, потому что в ходе работы вскрывается, что нужно что-нибудь там добавить, и вместо того, чтобы заново это все ретекстурить, добавляешь. Потому что, на самом деле, вот эти куски, они сильно на текстуре-то не отразятся. Давайте экспортим это дело. Это у нас труба LP. Ага. Единственное, смотрите, я сейчас сделаю непонятную штуку, но в этом будет большой сакральный смысл. Смотрите. Я возьму... Смотрите, что я делаю. Я беру вот этот mesh и скидываю его на новый слой. Видите? Не видите. Сейчас. Секунду. Так, я сказал. На новый слой тебе. А. Не на то. Вот. Раз слой. И второе у нас еще вот эту крышу. На самом деле, в нашей трубе в этом не особо необходимо с крыши так делать, но я просто для демонстрации. Называем это штырьки. На самом деле, называть тут не нужно. Это большое преимущество. Труба и крыша. Крита неоднозначное мнение у меня. Она не сможет заменить фотошоп. Это точно. Она может быть еще одним 2D редактором, но фотошоп она заменить не сможет. Вот это точно могу сказать. Слишком много важных фишек есть именно в фотошопе. Это однозначно. Фотошоп во всех областях вы должны узнать. Но при этом многие художники используют и фотошоп, и какой-нибудь там еще что-нибудь. Потому что фотошоп очень плохая программа для рисования. Как это не смешно звучит. Это, грубо говоря, один здоровый костыль в индустрии. Так, ладно, я немножко заболтался. Сейчас мы сделаем с вами основные действия. Смотрите, я сейчас сохраню вот этот tool, чтобы потом к нему вернуться после трансляции. А сейчас мы будем работать с ним вот так вот. Это у нас hideout, это у нас modeling, это у нас house, это у нас труба, и это у нас труба ztool. Смотрите, что я делаю. Delete lower, Delete lower. Ага, это у меня все в едином объекте, что не очень хорошо. Ну, ну да ладно, давайте это disammate. Есть еще гимп, кажется, для рисования. Так. С disammate. Смотрите, и все это мериджем по очереди вниз. Особо больше не disammate, в этом необходимости нет. А, из... А вот, кстати, зря я disammate, давайте split by groups. Ммм... Groups split. Смотрите, вот group.gru и так работали, и вот получили вот такой mesh, да? И смотрите, обычно я сохраняю в формате fbx, вы видели, сейчас я сэкспортирую именно в виде... Вот я не помню. Нет, все правильно. Че-то я потерялся. Да, все правильно. Надо merge down, merge down. Вот, грубо говоря, все за merge. И у нас есть полигруппы. Мы с вами это экспортим. Видео боже файла, труба, хай, поле. И мы идем с вами в marmoset. Ровно в 11, да? Да, отлично. Значит, что мы тут делаем? С вами мы жмем импорт модул. И импортируем hideout, modeling, house, труба. Вот наша труба. Видите, я этой трубе даже не назначил группу изглаживания. Значит, это наша труба с разверткой. Кстати, с разверткой или... Окей. Обычно другой нейминг даю в таких случаях. Да, нет такого. Импортируем. Видите, вот у нас тут. И он, кстати, какую-то группу сглаживания нам накинул. Но это логика 3D-коута. Я ее обычно предпочитаю сбрасывать в самостоятельную. То есть я вот делаю, закидываю. Вот наша трубка. Cremesher. Mesh display. Unlock normals. И soften it. Я предпочитаю. Ага. Ну, пусть будет. Сейчас покажу, что будет происходить. Предположим. Вообще лучше в таком случае накинуть луп. Но сейчас у нас как раз, собственно, с вами обсудим, что будет происходить и так далее. Закидываем, значит, наш Mesh. И закидываем high-poly. Mermoset прекрасно справляется с большими мышами. То есть 2-3 миллиона он выдержит. Все, что выше, уже не знаю. Но Mermoset справляется с мышами лучше, чем Maya. Это уж точно. 3D и у нас есть труба high-poly. Закидываем ее. И смотрите, вот она тоже пришла в виде групп. То есть я не знаю, по какой логике даются вот эти названия групп. Но суть в том, что это по полигруппам. И мы с вами жмем хлебушек. Легкий сарказм от разработчиков. New Baker. Смотрите, создаются две группы. И вам надо лучше бейкать, конечно, по группам. И это самое классное, что мне в нем нравится. В нем это сделано намного удобнее, чем во всех остальных редакторах. То есть я делаю несколько bake-групп. И вот, например, у меня есть вот эти штырьки. И штырьки high-poly. Закинули сюда. Тут, значит, штырьки low-poly идут в low, high-poly идут в high. И называем эту группу штырьки. На самом деле, вот это тот случай, когда я мог спокойно забейкать и в Substance. То есть тут у нас очень простой bake. Но я просто покажу, какие преимущества дает именно Marmoset. То есть я бы не сказал, что Marmoset должен быть всегда в виде bake. Но это тот bake, который может вам очень сильно помочь. То есть я бы сформулировал это таким образом. Дальше. Труба. У нас будет запекаться вот с этими двумя элементами трубы. Они идут в high, труба идет в low. И последняя это крыша. Тут крыша идет в high, тут крыша идет... Так, это неправильно. Это в low, это в high. То есть в отличие от запекания в Substance, вам не нужно... Это все дело, во-первых, относить не нужно. Во-вторых, вам даже имена менять не нужно. То есть вам достаточно просто разных мышей и разных полигрупп. Смотрите. После этого вы восстанавливаете, какие вам типы нужны. То есть нам нужна курватура. Embed Occlusion пока не ставим. Курватуру посильнее делаем. Occlusion делаем посильнее. Пока что оставляем. Дальше меняем папочку. Труба Bake. Значит, soften делаем совсем ледненький. И после этого жмем превью. После чего произойдет легкая магия. И мы идем в Baker. И тут жмем на кнопочку H. Это отключает видимость в high поле. И мы видим, что не везде нам хватило расстояния для того, чтобы успешно забейкаться. И вот тут идет та самая магия Baker в... Та самая магия Baker, о которой я говорил. Которая есть в Мурмассете. Это возможность рисовать оффсеты. То есть видим, у нас не хватает дальности вот в этой группе. Смотрите, мы идем в... Жмем на кнопочку Low. И здесь мы можем выбрать... Во-первых, мы можем увеличить оффсет. Сами. Видите? И он сразу... То есть вот этот интерактивный кейдж, это просто офигенно. Более того, этот интерактивный кейдж, вы можете его уменьшать или рисовать. Например, вот здесь вот. Я не хочу, чтобы оно далеко уходило. И я рисую. Рисую как Vertex Paint. И я могу рисовать по 3D Paint. Могу, чтобы он базировался на UV развертке. И, соответственно, вот я... Оп. Сейчас увеличу мышку. И видите, вот этот кейдж, он перестает быть таким большим в этой части развертки. И он ничего лишнего не прихватит. Но при этом вот здесь, вот этот кейдж, он все еще огромный и здоровый. Это очень круто. Особенно круто то, что для харды вы можете менять направление нормалей. И вот это тоже мега-фишка. То есть, те, кто работали с хардой, знают, что когда вы назначаете мягкие группы сглаживания, у вас начинает искажаться нормали. То есть, вот здесь вот просто все очень хорошо. Здесь видно будет, интересно? Не будет видно. Но если бы вот тут были бы гайки, вы бы видели, что ваши гайки исказились. То есть, вместо ровной гайки вы бы получили такую наклонную гайку. Особенно вот на каких-нибудь таких краях. И это очень критично. Это очень криво выглядит. Это выглядит очень некрасиво. И с этим приходится бороться. И вот с помощью рисования направления нормалей, вы можете это дело исправлять. Это очень крутая функция. И пока что я пришел к выводу, что я скорее не заменяю, а сочетаю мармасетовский бейк с абстановским. Еще у мармасетовского бейка. Я в 3D-коуте. Текстур. Извиняюсь еще раз, что я не сразу отвечаю на вопросы. Так, давайте проверю ArtStation. Открывается ArtStation. Все живет. Дальше. В 3D-коуте я делаю три вещи. Это handpaint. Это retop. И это развертку. То есть, текстурю я все равно в Substance. Сейчас вот засел за Substance Designer. И сегодня буду показывать Quixel. Потому что мне все равно... Я пришел к выводу, что мне нравится чередование с Quixel. Я объясню, почему. Сейчас мы доберемся. И, собственно, вот те, кто видит тут бейк, видят, что это те как раз карты, которые требуют для нас Quixel, а не Substance. Substance еще требует карту Thickness, то есть карту толщины, которой здесь нет. Наверное, они ее потом добавят, но пока что ее бейкать тут нельзя. Смотрите, и забейкалось у нас все прекрасно. То есть, это намного более крутой бейк, чем много еще где. И его можно очень круто настраивать. Есть еще преимущество. Смотрите, когда мы жмем Ambient Occlusion, и давайте мы забейкаем этот Ambient Occlusion. Сейчас надо нажать превью. Он подумает чуть-чуть. Бейкать будем в 2К, потому что предметик довольно маленький. И бейкать его в 4К нет никакого смысла. То есть, ну, реально. Ассет очень маленький, меньше метра. Даже несмотря, что тут 4 уникальных стены. Вообще, такая хорошая парактика. Слушал сегодня доклад CD Projekt Red по всякому окружению с GDC этого года. Ну, старый относительно, на самом деле, доклад уже. И они рассказывали о том, как они работают над Blood and Wine. И как они думают о Textil Density. И вообще, по-хорошему, вот вы должны думать, что, условно говоря, я об этом говорил как-то на стримах. Но еще раз повторю. То есть, если у вас, например, вот эта труба. Она 1 метр, да? И у вас есть 4 кусочка, да? Вот по 1 метру. То есть, у вас должна быть текстура 1К. 1К 1 метр. Если у вас объект будет размером, лучше говорить не размером, а площадью 2 квадратных метра, у вас текстура должна быть 2К. И вот так вот лучше всего размышлять. Что-то Marmoset у меня задумался. Сейчас ждем. Marmoset-овский бейк очень такой злобный процессору. Я не знаю почему. У меня фреймов нет по серии. Пока нету, но ничто не исключено. Что-то Marmoset-овский бейк у меня задумался. О, все, додумался. Смотрите, и вот он забейкал, и вы можете нажать вот тут редактировать Ambient Occlusion. Запускается в Photoshop. А пока что мы с вами нажмем не редактировать Ambient Occlusion, а посмотреть Ambient Occlusion. Сейчас, секундочку. Так, я не помню, какую правильную кнопку тут нажать. То ли эту, то ли другую. Сейчас, секунду. Во. И вы можете увидеть, и чем крут этот Ambient Occlusion, он очень мягкий. Вы посмотрите, насколько это мягкий Ambient Occlusion. Он существенно, он не такой жесткий. То есть Substance печет, мы с вами сейчас, кстати, запечем, сравним. Substance печет очень жесткий Ambient Occlusion. Такой, пересжигающий, я бы сказал. Вот тут Ambient Occlusion, он очень мягкий. И вы можете его накидывать, просто мультиплайм, там, 3-4 раза для нужного эффекта. И мне очень нравится то, что он такой мягкий. Это реально очень круто. И даже несмотря на то, что у нас такая острая грань, он постарался вообще очень хорошо забейкать. И это очень круто, то, что вот можно вот так вот клаватуру посмотреть, можете позишн. И самое классное, что можете открыть, это, ну, например, я не знаю, мне не нравится какой-нибудь вот этот кусок. Я жму открыть. И я могу, смотрите, разблокировать, кинуть еще раз, кинуть там прям мультиплайя, уменьшить, давайте. Покрутить какой-нибудь левелс. Это, давайте левелс все-таки не буду. Ну, давайте так. И merge visible. Сохраняем, закрываем, возвращаемся. Оп. Ну, вообще, он должен был его показать. А может быть, он... Да, он вообще изменился, он стал более агрессивным. То есть, и таким образом, вот мы в фотошопе, и этого тоже очень не хватает в собственности. То, что вы не можете нормально редактировать эти карты. У него не все идеально. Вот, например, вы можете посмотреть, что вот внутри он бейкает очень странно. Мне вот не нравится то, что он вот так бейкает. Это связано, наверное, с ignore groups. Но вот внутренние стенки он пока что бейкает таким образом. Я не уверен, что меня это устраивает. То есть, я не буду говорить, что он полностью идеален. Но есть некоторые фишки, которые у него просто охрененно классные. И это, конечно, прям мне очень сильно доставляет. Так, давайте проверим. Он нам записал, или надо снова сейчас будет тыкать кнопочку. Так, hideout, modeling, house, труба. Да, он нам запек все это дело. Соответственно, я иду уже в Substance. Мы сейчас с вами заодно и сравним, собственно. Запускаем Substance принтер. А, и, соответственно, к виксель. Я обещался сегодня к виксель. В Substance мы тоже потом придем, но не сразу. Вот, вот, собственно, как бейкать в промо-сайте. Как видите, это очень просто. Тут есть еще настройка форматов, padding и samples. Samples, как видите, есть 16x. Это будет очень-очень мягко, очень сглаженно, но считать будет 100-500 лет. И можете еще вот запекать Vertex Color. Это если у вас был PolyPaint, вы сможете перепечь PolyPaint. Но это можно делать и в Substance, поэтому фишки никакой в этом нет. Еще можно запекать Material ID, Albedo, Specular Gloss, но в этом смысла мало. Это если вы хотите перепечь текстуры с одного объекта на другой, вместо того, чтобы лезть в X-Normal. Но X-Normal бесплатный. Вот, кстати, к разговору о бесплатном софте. Вот прекрасный бесплатный софт. Давайте сохраним эту сцену. И закрываем, и идем в Quixel. Запускаем Quixel Suite. У нас открывается Photoshop. Давайте 3D-код закрываем. Вот единственное, перед тем, как закидывать в Quixel, я предпочитаю слить это все в один меш, потому что он, короче, я плохо работаю в Quixel. Я извиняюсь, очень плохо работаю в Quixel. Очень плохо работаю в Quixel. Но для того, чтобы добиваться нужного мне результата, я могу. Поэтому... Ну и он очень лагающий. Короче, у него очень много минусов, но есть у него ряд плюсов, за которые я готов с ним смириться. Запускаем, и вы видите, открылся у нас. Загружаем сюда наш меш. Подвал. Это не подвал нас интересует, нас интересует турба сейчас. TurboPaint я ее назвал. TurboPaint. Нормалки загружаем. Видите, у нас они все запрещены. Нас интересует просто нормал. Убираем Flip. Загружаем AOA. Object Space. Тут они называются вот Normals Object. Курватуру удаляем, добавляем в свою. Я не знаю, почему он хочет все время курватуру добавить. И добавляем Position. Все, это все, что нам нужно. Формат у нас Unreal Engine. Resolution. Пусть будет 4К. Но на самом деле это лишнее, конечно. Видите, тут вот тоже. Texted Density. О чем мы говорили. И жмем Create. Я очень надеюсь, что у меня ничего не залагает. Я не могу быть в этом уверенным. Потому что Quixel в этом плане очень капризный. Существенно более капризный, чем Substance. Хотя у меня Substance в 4К не работает. Так. Наше менюшка. И добавляем. Так вот. Почему мне нравится Quixel. Quixel обладает очень крутыми базовыми материалами. То есть в Substance, чтобы сделать классно, вам надо нажать много кнопок. Вам надо много все крутить. Но в Substance можно крутить намного больше всего, чем можно крутить в Quixel. Соответственно, в этом его преимущество. Но в Quixel есть очень крутая база. Вот эти вот материалы, они просто великолепны. И многие слышали эту байку. То, что Naughty Dog эти материалы вытащили себе в библиотеку Substance. И в итоге использовали ее в Substance. И это очень правильное действие. И по сути я делаю то же самое. Потому что я не знаю, как нормально вытащить эти материалы. И я просто хочу посмотреть, есть ли какой-нибудь интересный Stone. Вот, например. Moss мне не очень нравится. Но вот этот Stone Statue мне нравится очень сильно. Я его беру и выбираю. То есть базовые материалы. Вот, которые тут они смарт-материалы. Но на самом деле это я просто использую как базу. Они очень крутые. Прям вот. Выдает сразу очень крутое и приятное качество. Я не говорю, что надо всем учить Quixel. И уж тем более покупать и так далее. Но вот он вот эту задачу решает очень неплохо. И это мне очень нравится. Давайте посмотрим, как это выглядит. Запускаем 3DO. Видим, что здесь очевидно. Ну, кстати, на самом деле даже... Вот посмотрите. Ну, у вас получится в собственности сразу выдать вот что-то вот такой поверхности. Да чертову получится. Ну, короче, вот эти вот вещи получаются у него очень прикольно. Вот мне даже сейчас нравится вот этот вот... У нас получился довольно стилизованный такой вид. Я хочу посмотреть, как оно будет работать по отдельности. Обновляется оно, конечно, катастрофически долго. Я вообще как делаю? Я в итоге это все потом все равно переношу в Stabsence. Где потом это буду там собирать. То есть я, грубо говоря, из Quixel вытаскиваю несколько различных вариантов. И потом это компоную. Это довольно специфичный подход. Я не видел, ну, видел, чтобы кто-то так делал, но мало. Скажем так, это компенсирует... Ну, мне не очень нравятся генераторы в Quixel. То есть вот эти вот Эджи и так далее, они не всегда хорошо работают. Но, видите, результат получается довольно неплохой. Сейчас ради интереса возьмем просто вот этот Quixel-овский вариант. Ну, на самом деле, ну, прикольно смотрится. Я не могу сказать, что это плохо. Я вот смотрю на лев. И чего мне по-настоящему не хватает, это вот мелкой детализации. Да, вот я смотрю. Но это мы сделаем в том же... Вообще очень легко сделаем в Substance. Вот этот материал, он должен быть металлом. Это сделаем. Вот, кстати, вот это тоже очень прикольно получилось. Вот этот вот сэнд, который лег сверху крыши. Он... Вот в Substance нету нормального сэнда. Вот все дёрт и так далее. Они там какие-то все очень скучные. Мне так не нравится там. Так что... Вот и в итоге мы получили такую очень интересную, неплохую базу. С которой можно работать. Соответственно, можно еще поработать с другими материалами. Посмотреть, может быть, что-то там интересное есть. Давайте смарт-материал выберем. Там есть везеринг. То есть я не буду спорить. То, что я делаю, оно довольно специфичный подход. Но мне нравится то, что я вижу. И вот эти материалы... Мне они нравятся больше, чем базовые материалы в Substance. Поэтому учусь делать свои. И вот то, что я говорю, это... Я не первый, кто на это жалуется. Знаете, мне не хватает, наверное, вот этого Directional Heavy Dirt. Давайте я попробую его добавить. Или вот типа такого, да? То есть все-таки это труба. Давайте посмотрим, как она работает. Ну, давай, давай, хватит уже. Ну, слушайте, вот это мне нравится. Оно такое получилось. Фактура. Снизу еще чего-то, да, добавилось. Кевити. Ну, да, 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 да. Мне это... По цвету, наверное, мне не очень нравится. Я бы, наверное, высветлил этот камень. Давайте этот стон высветлим. Наверное, вот так вот. Давай обновляй. Слишком светло, наверное. Крышу. Крышу, крышу. Ну, крышу мы еще менять будем, явно. Вот это, собственно, грубо говоря, мой косяк. То есть, если бы я сделал ID маски, я бы мог сейчас покрасить по маскам. Насколько я знаю, в Quixel по-другому нельзя. Он довольно капризный к этому. Я могу ошибаться. Я говорю, я очень плохо знаю Quixel. Я буду над этим работать. Давайте. Сейчас я чуть-чуть потвикую настройки. Нет, это слишком ярко. Хотя, вот я смотрю в... Надо чуть-чуть потемнее все-таки. А то прям... Ну да, что-то хотя бы такое. Сейчас посмотрим на концепте. Ну, в концепте там добавляется какая-то такая зеленоватая. Вот это, несмотря на свою нелепость, оно выглядит очень похоже на концепт. И вот эту штуку мы, может быть, как-нибудь колором это обойдемся. На самом деле труба выглядит очень интересно. То есть, она выглядит странно, но мне что-то кажется... Короче, мне нравится в общем виде, как она сейчас. Подумаем, что можно с этим сделать. Вот обычно я на этом и останавливаюсь. То есть, я вот беру какой-то такой вид. После этого сохраняю Project на всякий случай. Мало ли чего. И закрываю, собственно, Quixel к чертям. То есть, получаю просто вот эти вот... маски. То есть, они у нас сохранились, если мы их глянем. Моя... Вовсе не обязательно то, что это сейчас зайдет лучше, чем то, что я начну делать в Substance. Но я хочу быть уверенным, что я попробовал и тот, и тот вариант. И, например, он мне не устроил. Ну вот. Да, вот эти четыре карты, которые нам пригодятся. Значит, откроем наш Substance. И, собственно, сейчас заодно и сравним... Создаем новое. Выбираем select. Выбираем, значит, нашу трубу. Труба. Тут выбираем трубу LP-UVS. Потому что Substance к группам сглаживания более критичный, нежели Marmoset. И тут выбираем труба high poly. Так, ID бейкаем по poly-группам. И пока что Average Normal снимаем, но без самсеплинга. И в 2К. Окей, погнали. Ну и смотрите, значит... Ну, вы видите. А вот другое. Ну, то есть, вот сейчас, может быть, оно играет и лучше. Но далеко не всегда. То есть, видите, оно... Вот то, что я говорил, оно более агрессивное. Можно поиграться вообще с настройками. Во-первых, курбатуру Details понизить. Где-то 0.35. И в Ambient Occlusion можно тут бахнуть лучей. По умолчанию, видите, мало. 256. И глянуть, что получится. Надо было, кстати, не все карты перепекать. Сорян. Чего-то не сообразил. Ambient Occlusion сейчас по времени увеличится. Потому что количество лучей тоже увеличилось. Но, по идее, мы сразу же с вами сейчас увидим, как оно изменится. Еще я, когда делаю первые бейки, предпочитаю бейкать без diletation. Что такое diletation? Сейчас он покажет, изменился АО или нет. Я хочу понять, от количества лучей оно сильно изменится АО или нет. Ни хрена не изменился вообще. Смотрите, вот сейчас видно, что не хватало дальности, да, видите. Но не совсем очевидно, да. Вот в курватуре видно. Но в целом догадаться сложно. Поэтому, вот когда Diffusion. Diffusion, он заполняет. То есть, вот если у вас есть текстурное пространство, видите, оно чем-то еще заполнено. Вот за это отвечает Diffusion. Если вы его снимете, у вас будет там просто пустая текстурная пространство. Поэтому для первых бейков иногда лучше его снять. А иногда вообще его, в принципе, лучше снять. И потом просто сделать ручками. А для чего он нужен? Для того, чтобы у вас не было швов. Типа вот такой отступ в пару пикселей. Он позволяет избавиться от швов. Надо было Ambient Occlusion уменьшить. Но ладно. Наверное, это последний бейк. Как вы видите, курватура у Substance тоже значительно более агрессивная, чем у Marmoset. То есть, у Marmoset он более мягко. Он так, более нишево делает. И иногда это реально лучше. Ну, то есть, мне нравится то, что у меня есть альтернатива. Ну и, конечно, запекание харды. Вот запекание харды, конечно, в Marmoset намного более приятное. Потому что, видите, в Marmoset вот с такими вещами очень плохо. То есть, он реально с такими углами справляется не очень хорошо. А Marmoset себя показывает намного лучше. И то, что... Нифига, нам до сих пор не хватило дальности. А я дальности не добавил, что ли? Добавил, и все равно не хватило? Или тут так и должно выглядеть? Вот поэтому... Давайте я сейчас запеку именно нормалку. Без Diffusion. И посмотрим, хватает дальности линии. Сык, забыл снять. Ну, ничего страшного. Ну, давай, 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 давай. Окей, так, смотрим. Не, все нормально. Это так и должно быть. Ну, ладно. Давайте, значит, запекаем теперь нормалку, World Space, Курватура и Position с сабсэмплингом 8. То есть, более мягко. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Как мы делаем? И сейчас я закину, соответственно, вот эти материалы. Ну, давай, сабсэмплинг. Ну, не настолько ты жесткий. И у нас есть с вами полчасика на текстуринг. Так, собственно, у нас будет сейчас с вами очень интересно, потому что... Потому что, потому... Потому что у нас с вами есть места полностью не промоделенные, нам придется выезжать чисто на текстурах, и есть места, которые промоделены, где можно использовать, соответственно, это в наших целях. Сначала я закину те самые текстуры, которые мы получили, и в квикселя. Как мы делаем? Мы просто делаем заливочку. В заливочку кидаем, значит, диффуску альбедо. Кидаем металл... Металл не кидаем, потому что он так нулевой. Кидаем нормалку и кидаем рафтус. И смотрим, что у нас получилось. Видите, выглядят они немножко по-другому. Вот такую диффуску мы получили. Ну и давайте, соответственно, ради интереса, теперь попробуем... Это вот то, что мы получили как базу в квикселе. Теперь мы пытаемся посмотреть, чего нам дает сапсенс. Убираем какой-нибудь стон. И видим, что у нас, например, там никакого стона, в принципе... Ну, я-то знаю, что у меня есть... Во-первых, есть неплохой вот... Браун Рок. Ну, вы видите, что это абсолютно... Разные результаты, да? Причем вот этот сейчас играет лучше, да? Потому что этот... Тут с нормалкой какая-то беда, по-моему, да? Ну вот, например, я вижу, что, да, мне не нравится. Но, может быть, если я это наложу в каком-нибудь... Харблайте... Видите? Ну, то есть... Я к чему? К тому, что вот это чередование... Сочетание может дать что-то очень интересное. И вот ради этого я сначала лезу в квиксель. Что мне не нравится сейчас? Мне абсолютно не нравится, конечно, вот этот гранж. Конечно же, нужно менять цвет. Придерживаться более, наверное, зеленоватого. Да. Но менее насыщенного, еще менее насыщенного. Да, камень вот такой у нас будет. А металл будет прям... Я думаю, прикольно будет сделать металл прям металлом. Как вы могли заметить, я очень люблю... Вот этот материал. Weapon Metal. Мне он очень нравится. Один из лучших смарт-материалов, которые находятся. Ну, не знаю, мое личное мнение. Он дает очень крутой эффект. Там еще и... Ага, тут так не получится. Тут делаем по UV-шке. По UV. По объекту. Дает очень хороший результат. Да. Но и результат тут избыточный. Поэтому мы с вами еще кинем материал PL-Coat. Давай, PL-Coat. Вот именно... Coated Metal. Так. Coated Metal. И сейчас будем с ними играться. Да, видите, он дает тоже такой интересный эффект. Я иду и смотрю, как должен вообще выиграть... Как должен выглядеть обожженный металл изнутри. Вообще, по-хорошему, вот... У меня, я понимаю, сейчас мало рефов. И я плохо понимаю, потому что я вот вижу, есть какой-то идеальный чистый. Очевидно, что мне это не подойдет. Так что, пока что вот об этой части забыли. Давайте думать, как должна вести себя вот эта часть. С металлом поговорим потом. Очевидно, что... Вот видите, тут тоже Ambient Occlusion, но при темной, но не настолько сильной. А... Очевидно, что вот эта часть, мы ее делаем другим цветом. Но тоже делаем в виде камня. Делаем какой-нибудь желтенький. И какой-нибудь желтенький. И довольно яркий. Вот так. Что-нибудь такое. Потому что вот такой зеленоватый цвет даже не насыщенный. Видите, будет довольно интересно чередоваться с желтым сочетанием, которое явно там заложено. Можно, кстати, насыщенность все-таки подкинуть. Только уйти в более зеленоватый оттенок. Вот такой вот. Ну, камни нет. Камни не надо делать зелеными. Я просто вот эту штуку сделаю сильно зелеными. И, наверное, я сделаю тут не... Не так. Я просто хочу понять, что я хочу видеть. Я пока не понимаю, что я хочу видеть. Давайте OrangePaidRobot. Он довольно интересный. И тут кидаем сильно зеленый цвет. Но не такой насыщенный, темный. Вот что-нибудь такое. Это пока условная попытка. Я пока пытаюсь понять, что я хочу видеть. И тут на UV-шку... На UV-шку. Нет, на UV-шку тут плохо работает. Тут на UV-шку. Вот, грубо говоря, грубо говоря, я хочу видеть что-то такое. Но, очевидно, не с такими цветами. Очевидно, что я хочу сильно скинуть насыщенность. Ненасыщенность. Давайте. Очевидно, что... Извините, много слов очевидно. Тут очень резкий переход. Причем от темного насыщенного к светлому ненасыщенному. И это очень сильно смущает. А смущает нас это потому, что не хватает грязи. Грязи очень сильно не хватает. Давайте сейчас посмотрим, что у нас происходит вообще в смарт-материале. Вот это... Эд же почему-то вообще никак не влияет на тупание. Почему? Это типа отвечает только... Да, это только за это отвечает. Тинт-лайт. Но вот это лишнее. Вот эта подсветка. Вот это неплохо. Крэмити тоже неплохо. Но вот хайлайты надо сильно уменьшить. И в итоге, как вы видите, от камня не осталось ничего интересного. В итоге камень, который у нас был, выглядит ничем не хуже. Ну то есть, вот о чем я. То, что Substance позволил мне какой-то вот результат выдать быстрее. Но Substance материал меня пока что не до конца устраивает. Но давайте попробуем его накинуть в какой-нибудь режиме. Оверлей может быть. Может быть не так сильно. И видите, вот с чередованием получается, что... Только Rafness какой-то очень плохой. Мне очень не нравится, слишком он белый, да? Rafness какой-то. Хотя стоп, Rafness это очень матовый. Почему он выглядит очень глянцем? Из-за вот этих внутренностей. Но они тоже должны быть белыми. Они почему-то очень... Да, надо сейчас дёрто туда закинуть. И это дело поправить. Так. Сейчас думаем. Предположим, камень меня устраивает. Но меня не устраивает, как он бликует. Это можно решить с помощью имбета Клюжина. И мне не нравится то, что... Хотя, может быть и нравится то, что... У нас же сейчас эта штука затемняет. Да, она затемняет слишком сильно. По крайней мере, вот эти штучки... Я не хочу так сильно. Хотя без них она что-то... Без них что-то стало сразу скучнее. А тут, если... Наверное, посветлее-то поприкольней. Так, левишку. Да, не хватает какой-нибудь грязюки тут. Или эмбиент Клюжина. Давайте попробуем эмбиент Клюжином обойтись. Эмбиент... А если не получится, то уже будем дёрк какой-нибудь пахать. Причём очень жёсткий такой дёрк. Ага, у нас тут эмбиент Клюжина-то толком и нет. Но смотрите, вот в таких ситуациях я не стесняюсь взять, какой у меня есть... Да, тут у меня нет этой кисточки. Я на работе сделал себе кисточку для эмбиент Клюжина, прям специальную. Да, я давайте ещё покажу. У меня там ничего хитрого. Я называю АО. Да, тут нету. Смотрите, кисточку я делаю очень легко. Я беру вообще любую кисть, на самом деле. Создаем новый слой. Вот у нас сейчас Default Hard. Смотрите, что мы делаем. Снимаем Pen Pressure. Flow ставите очень маленький, около 15. Spacing ставите 7, наверное, где-то так. То есть тут как девяточка в фотошопе не подходит. После этого идёте Hardness. Hardness скидываете в 0. И вот это, по-моему, всё снимаете. И после этого жмёте правую кнопку мышки и Create Brush Preset. И называем эту кисточку MyAo. Это кисточка, которую я использую для рисования Ambient Occlusion. То есть она по нажатию... По нажатию... Ага, вот я забыл поставить кисточку. Чтобы по нажатию, видите, она позволяет... Но рисовать, соответственно, надо не белым, а чёрным цветом. И я в слое, который я рисую, отключаю всё, кроме нормалки. Я очень люблю рисовать АО и очень часто это делаю. Это позволяет придать объёма, пусть и фейкро. Плюс, вот в нашем случае, это явно отделяет... В хорошую сторону, отделит камень от... От того, что она сейчас такая чёрная, ничего страшного. Вообще, конечно, вот, наверное, это первый случай, когда играет роль... Какой у вас планшет? Ну, то есть я не хочу, конечно, говорить такую фразу. Эта глупость, конечно, играет роль планшет. Но получается, что так. Объясняю почему. Потому что я могу сказать, что вот у меня планшет маленький. Он почему-то значительно... Сабсенс более чувствительный к нажатию на маленьком планшете, чем на большом. Я уж не знаю, это, видимо, с каких... Вообще, у него какие-то странные алгоритмы работы в этом плане. Поэтому нам сейчас... Видите, он льёт мне чёрным, хотя я поставил нажатие... Я же поставил нажатие ещё и 15, да, видите? Brush 15. То есть Flow мне надо ещё сильнее сбавлять. После этого берём эту стирочку и ей тоже ставим всё то же самое. И аккуратненько подубираем Ambient Occlusion, чтобы он не был... То есть Ambient Occlusion не должен быть чёрный, запомните. То есть он должен быть тёмный, он должен быть там страшный и сильный, но не должен быть чёрным. Это плохо. То есть мыслите с точки зрения физики. Чёрный Ambient Occlusion, это значит, что за свет не попадает вообще. То есть его там нет. Это чёрная дыра. Соответственно, лучше этого не делать и... Короче, это плохо. Даже сейчас то, что он такой темноватый, мне не очень нравится. Я не могу понять, почему... Почему у меня вот эта сторона вдруг... Очень забавно. Видите? Вот тут всё хорошо, а тут почему-то всё тёмное. Очень интересно. Ну ладно. Просто вот так вот разместим к игроку. Так. Ещё я говорил, что мне очень не нравится, что у меня вот такая ситуация с Кевити. Давайте решим это сейчас одним вариантом. Если не зайдёт, решим другим вариантом. Я беру материал Glass Dirt только по одной причине, потому что там классный дёрт, который мне очень нравится. Вот. Вот такой вот дёрт. Который уже, видите, решил частично нашу проблему. Единственное, можно... Видите, у него очень высокий раф, у нас и цвет не самый плохой. И, наверное, сейчас мы с вами решим вот что-нибудь вот такое. То есть, видите, у нас есть два варианта сделать. Что-нибудь такое светленькое или тёмненькое. Наверное, давайте тёмненькое. И нам не хватает нойза, да. Нам не хватает вот этого нойза на камнях, который есть на настоящем камне. Лучше, конечно, такое генерировать в Substance Designer. Сейчас я покажу, что я имею в виду. Я имею в виду что-нибудь вот такое, да. Вот такого нойза. Его мы сейчас попробуем создать с помощью хайт-мапа или нормалки какой-нибудь. Не, так всё-таки тёмненькое всё-таки прикольнее. Может быть, опасить и подсбросить. Хотя, не, мне нравится всё-таки. Мне не нравится, вот, может быть, то, что вот это такое чистенькое. Надо этим сейчас ещё подумаем. Та-та-та-та-та-та-та. И вот то, что тут грязь. Короче, это ещё, да, надо будет фиксить, думать. Та-та-та-та-та-та-та-та. Черника, добрый вечер. На Гудгейме 7 человек, спасибо вам. Я как-то ушёл с Гудгейма чатика. Тут столько людей, спасибо вам. Так, значит, какая у нас сейчас задача? Добавить вот этого нойза на камне, чтобы камни выглядели. Как вот эти вот непонятные штуки, а, выглядят больше как камень. Для этого что мы сделаем? Для этого мы сделаем заливочку. Заливочку, заливочку, гранжем, гранжем. Вот есть рог. Да. Вот этот рог мы кидаем сюда и кидаем в нормалку. И давайте смотреть, что это нам даёт. Да, в нормалку не надо кидать, надо кидать в хайт-мапу. Давайте смотреть. Видим, как оно жёстко выглядит. Идём в хайт-мапу. Реплейс. Нет, реплейс мне не по-нраву, если честно. Ага, я случайно вместо реплейса сделал дизейбл. Так, смотрим, выглядит оно мега-мега жёстко. Очевидно, что это немножко не то, что нам нужно. Поэтому давайте сначала без цвета решим всё. Да, во-первых, отключим вот эту всю ерунду. Ага. Так, отлично. Начинаем решать. Очевидно, что оно не должно быть так сильно. Вот. Вот это немножко ближе, но мне не нравится. Знаете что? Что оно так мелко. Наверное, я бы увеличил масштаб. Где именно между камнями? Вот здесь вот. Да. То есть вообще на концепте, видите, то есть тут вот грязь и... То есть тут ничего нету. И на концепте тоже тут вот такая грязь. Поэтому я, наверное, забью это чёрным цветом каким-нибудь. Так, смотрите. Ну, наверное, просто сделаю вот чёрную обводку. Такую относительно. А, плюс мы с вами сейчас ещё смотрим это дело без теней. То есть если мы включим тени... Ну, без параллакса это тени плохо смотреть. Нет, немножечко не так. Так, дальше надо сделать, чтобы у меня это действовало только вот на эту ювиху. Ага. Так. Ну, то есть вот на этих углах, да? На углах между камнями будет пустое пространство. Ну, может это точнее. Пока не понял. Готов ответить. Так. Смотрю чатики. Чатики оживают. Так, пока пишется вопрос, я ещё покручу. Давайте я включу color. И подумаем, что можно с color этим... На самом деле уже лучше то, что вот добавился вот этот noise. Надо единственное его из глубины убрать. Но мы сейчас с вами это сделаем. Это мы сделаем с помощью маски. Так, color. Ага. Ну, это грязновато, да? Да, ну то есть оно вот так вот останется. Но на самом деле это не имеет смысла. То есть игрок видит это примерно вот так. И делать это... Отбивать это полигонами это очень дорого и смысла никакого не имеет. Есть такая штука, как параллакс. Это когда делается, типа, оптическая иллюзия. Но тут это не имеет смысла, потому что это очень далеко от игрока. И оно, вот говорю, выглядит примерно вот так. Для игрока. И главное, чтобы оно издалека смотрелось более-менее прилично. Можно, конечно, будет потом подумать, но маловероятно. Так. Что мне не нравится? Мне, конечно, не нравится то, что оно действует везде. Смотрите, сейчас будет экспромт. Попробуем, может быть, это сработает, может быть, нет. Делаем фил в маске. И делаем фил ambient occlusion. Так, гаранж снимаем. Ambient occlusion. Смотрим, маска. Ага. Ага, хорошо. Только она должна быть в мультиплайе. Отлично. И идем с вами в levels. Во. Хо-хо. Вот так вот намного. Да. То есть, видите, что я добился таким образом? И таким образом я смог убрать вот этот noise из тех мест, где у меня, наверное, можно еще покрутить. Так, давайте. Единственное, чтобы не переусердствовать. Чтобы у меня с камней не попало. Но я смотрю, с камней не попало. Но вот, собственно, ambient occlusion послужил нам. Хорошо послужил нам. Так. Давайте посмотрим, какие есть материалы. Еще. Может быть, мы сейчас найдем какой-нибудь... Всегда надо, короче, экспериментировать. Потому что, может быть, всегда вы найдете материал, который вам больше подойдет, чем то, что вы уже сделали. Ну вот, довольно интересный рок. Это материал, который я скачивал. Может быть, его... Слушайте, он дает... Слушайте, он хорошо работает. Именно чисто... Color'овская часть мне его не очень нравится. А вот Hide и Rough'нос, может быть, и зайдут. Давайте только мы его масштабчик подкрутим. Что-нибудь вот. Ну, кстати, да, это может... Это не может неплохо сработать. Главное, вот я заметил за собой, что в один момент я увлекаюсь. И оно становится слишком найзом. Давайте только скопируем вот эту маску. Делаем тут черную маску. Past Enter Mask. Так, слушайте, ну, возможно, это... Ну, кстати, неплохой нойз получается. Давайте сравним с моим. Мой какой-то более приземленный такой. Но тут есть некоторые прям совсем плохой. Вот здесь вот прям мне очень не нравится. Какие-то моменты удачнее, а какие-то хуже. Не, наверное, оставим наш. Да, он как-то... Окей, попробовали, не зашло. Есть еще... Вот, кстати, иногда очень неплохо заходит вот всякие... Конкрет волы. Их можно кидать в режиме overlay. Roughness, наверное, скинем. Видите, у них вот есть вот такой момент с хайдмапами подбитость. Вот, кстати, вообще это забавный факт, что конкрет, это, видите, бетонные стены, они офигенно заходят вот такими вот штуками. То есть я конкрет кидаю просто чуть ли не на все, потому что он дает очень интересные эффекты. И вот давайте посмотрим. Вот было. Вот стало очевидно, что вот эта штука явно добавляет жизни вот этому элементу. И смотрит... Да, я понимаю, что это никто никогда не увидит с такой дальности, но, тем не менее, душа мне это греет. Так, давайте посмотрим на нашу диффуску. Да, вот этот ноиск мне нравится, я его оставлю. Блин, почему же у нас тут такая ерунда получилась? Ну ладно. Так, ну что, что мы имеем? Блин, вот это вообще прикольно. Вот этот эффект поломанной краски мне прям, прям офигенно нравится. Вот тут все в копоте. Наверное, что можно было бы добавить такому элементу, вот именно вот этому, это какая-то поношенность. Так что мы вот к этой красочке идем и добавляем дженератор. И есть такой дженератор, который называется... Edgeware. И делаем его инверсию. И делаем его мультиплай. И явно уменьшаем его эффект. Мне вот он очень не нравится тем, что он, видите, вот такой топорный. То есть он вот всю вот эту грань берет и делает... Вот это у него очень большой минус. Мне это очень в нем не нравится. Давайте сейчас поделим. Между камнями шум это идея, но это вообще не увидится. То есть даже вот этот шум не увидится. Вообще мысли, конечно, хорошие. И если бы я делал материалы, я бы это так и сделал. Но поскольку это издалека, и если честно, я думаю, скорее, это еще сильнее затемнит для контраста, чтобы это издалека было видно. Смысла в этом получается немного, потому что это явно будет... Я скорее это еще раз затемню. То есть если бы это было под цветом, я бы обязательно так сделал. А в таком варианте скорее нет. Хотя можно будет подумать. Мне хочется на самом деле еще бахнуть разнообразие. То есть что я хочу вам сказать, что я бы... Ну, это пример. Я бы подумал еще, как можно делать. Я бы сделал что-то... Я очень люблю делать. Сейчас покажу какую штуку. Я безумно люблю HSL. Ну, Hue Saturation. Вот этот вот. Смотрите, я его кидаю. Кидаю ему Black Mask. И кидаю ему какой-нибудь интересный гранж в качестве маски. Black Mask. И делаем Fill. И чего-нибудь, наверное... Ну, предположим. И после этого подкручиваем HSL. По Saturation он прямо вниз. И по... Вот как-то так. Да, и... Тут сейчас покрутим. Сейчас специально выкручу посильнее, чтобы было видно, что я хочу донести. Вот. Типа таких штук я очень люблю делать. Но вот тут шум плохой. Он для этого не очень хорошо подходит. Но это дает иногда очень интересное такое разнообразие. И... Вот это иногда бывает очень неплохим вариантом. Но сейчас это вот лишнее, явно. Явно лишнее. Надо шум хороший найти. Сейчас не хочу отвлекаться. Я говорю, я еще буду это доделывать. Ну и плюс, как я говорил, я еще хочу сделать еще одну заливочку АО. Давайте я сделаю, чтобы видеть, что у нас будет уходить с ней. Причем эта заливочка у нас будет чисто мультиплаем. И еще к тому же, наверное, левелзами ее подтянем, да. Но при этом я не хочу, чтобы у меня затемнялось. И так уже темная часть внутри. То есть вот эту часть я, наоборот, не хочу. А вот эту хочу. Ну, как-то, кстати... Вот, наверное, так, да. То есть в итоге это будет совсем не видно, если туда еще что-то сделать. Единственное, мне кажется, у меня получились вот эти расстояния очень большие. Надо, наверное, может быть, в хайпольке это поправить. И заново все. Но на самом деле нет, не все заново. Так, и я хотел вот эту штуку поправить. Как я начал говорить, мне безумно не нравится то, что... Где-кде-кде-кде-кде-кде-кде-кде. Ага. Вот эта штука, видите, она очень топово-но работает. Прям мне это очень сильно не нравится. Видите, она чисто берет... Курватуру и фигачит в курватуре. Мне это кажется очень тупо. Только если вот как-нибудь вот так. И то, на самом деле, это плохой вариант. Это как-то лечится гранжем, если вот делать что-то вот такое. Но так, лечится гранжем крайне сомнительно, да. Все равно, видите, он отфигачивает нам все грани. Но, кстати, получилось... Вот, блин, вот этот эффект. Вот из-за того, что мы воспользовались конкретом. Вообще, используйте конкрет. Конкрет какой-то мега материал в этом плане. То, что им лечится куча всяких штук. Конкретом можно создавать шумы. Можно создавать грязь. Вот его класть во всяких режимах наложения. Прям мега классно. Единственное, наверное, его влияние вот отсюда убрал бы. Хотя даже тут он выглядит прикольно. Найзова, найзова. Немножко найзит. Вот я смотрю на камень обычный. Мне он так по глазам не бьет. Это все из-за вот этого шума. Давайте мы его масштаб как-то сделаем побольше, наверное. Еще. Может быть не так сильно. Давайте баланс может подкинем. Да, только я не тот баланс кручу. И давайте, может быть, мы его знаете в хайд не в плюс, а в хайд в минус, в мультиплай. Только не в бейс-колор, а в хайд. Мультиплай. Хоть что-то дает. Вот что-то дает. Вот в таком случае. Но совсем слабенько. Что-то не то. Так, стоп. Это у нас от чего такой рафнос? От стены что-ли вот этой, да? Нет. Да, от этой стены кто-то меня смущает. Вот в таком случае я предпочитаю действовать вот так вот рафнос, и я его кидаю в режиме скрин. То есть видите, в случае режима скрина он вам добавляет сверху. Добавляет сверху эффект вот этой потертости, и в итоге она у вас суммируется. Вот это получше. Это то, что... Так, возвращаемся к нашим... А я то-то думаю, что оно, блин, так наизово выглядит, а потому что оно глянцевое все. Так. Это наш. Нет, это не наш. Куда ты делся? Вот, гранж-рок. Так, возвращаемся к хайту, потому что вот хайт... Я хочу добавить этой наизовости, но у меня не получается достичь того эффекта, который я хочу. Давайте возвращаемся к реплейсу. Может быть, гранж какой-то накинуть, а то он... Типа маску по маске, может быть. Ну, давайте попробуем. Не знаю, что из этого выйдет. На самом деле выглядит неплохо, но что-то мне все равно хочется дотюнить. Сейчас, ну вот, сэндрай нет. Вот это можно... Так, только зачем мне новый слой? Не новый слой, мне новый слой в маске нужен был. Фил. Вот я хотел что-нибудь вот такое. Гранж-рок каст. И в мультиплай. Еще лучше? Да, это явно лучше. Так, и можно теперь добавить хайта, может быть. И все-таки его масштаб чуть-чуть подрулить. Да, вот. Вот это, наверное, ближе всего к тому, что я хочу. Так, ну чего, оно довольно грязное. Оно довольно по рафносу. Да, бейскалор приятный. Металлика. Почему у нас нет металлика? Подождите. Металлик должен быть совсем маленький, но должен быть. У нас же тут царапки. Так, а, я знаю, почему нет металлика. Потому что я его изначально не зашивал никакого металлика. Давайте сейчас зальем небольшой металлик совсем. Да, чтобы... Видите, я даже не заморачиваюсь прям совсем. Ну, давайте только, наверное, не такой белый, более... Но металлик пусть будет. И рафнос... Так, смотрим теперь. Окей, бейскалор вроде бы приличный. Я бы, наверное... Вот с этими штуками... Да, с этими штуками я еще буду после стрима как-нибудь сидеть. Потому что, видите, сейчас оно как-то очень грязное. Я понимаю, что это не видит никто, но, тем не менее, мне не нравится, как оно вот так выглядит. Это надо исправить. Тут должен быть эффект копоти, да, вот. Потому что это явно труба. Вот мы очень прикольно сделали, что оно тут все такое чумазое, но внутри должно быть существенно больше копоти. Потому что, если посмотреть любую трубу, тут все грязное. Металлик. Все равно не появился металлик. Какого хрена не появился металлик? Ага, я знаю, почему не появился металлик. У нас какая-нибудь заливка его поганит. Да. Убираем. Да, вот так намного лучше. Только почему здесь появилась какая-то прозрачность непонятная. Так, давайте смотреть дальше. Рафнос. Окей. То есть, да, самая глянцевая у нас вот эта часть трубы. Да, не хватает. Ну, дёрд, кстати, у нас тут появился, но его все равно не до конца хватает. Нормалка. Очень прикольно. Мне очень нравится вот этот эффект поломанной стенки. Да. Да, да, да. Может быть, единственное, я бы подскинул saturation у... Вот здесь вот. Все-таки не должно быть оно такое яркое. Да, наверное, так. И сохраняем нашу трубу. House. Нижний слэш. Турба. Так, вопросов пока больше не было. И делаем export textures. SSD work. Maya. Я не буду сейчас это отправлять в Unreal, потому что надо это нормально все настроить. Как-нибудь, когда я буду в этом разбираться, поговоримся. Я плохо в этом разбираюсь. И делаю не все правильно. Там надо делать правильную вторую ювиху. Текстуру используем в таргу, как обычно. В 2К. Сейчас в мурмассете... Так. Ешки-будрышки. Режим Unreal, 2К, т-т-т-т, труба, textures. Окей. Закрываем. Сейчас в мурмассете быстренько посмотрим, как оно смотрится. Закидываем сюда наш меш. Труба, LP, UV, S. Закидываем сюда Unreal template. И нормалочку. Нормалочка. Раз. Как вы знаете, из Unreal надо ее инвертировать. Albedo. Metalness. Канал Blue и Occlusion. Да. Сейчас еще свет какой-нибудь. Свет тут сейчас довольно плохой. Поставим какой-нибудь... Я очень люблю... Вот такой. Пахнем сюда. Только давайте Directional. Occlusion не хватает. Не, не до конца. Вот при свете. Вот в мурмассете мне... В собственности мне сейчас нравилось больше. В мурмассете что-то немножечко все равно не то. Надо будет еще думать. Надо будет еще думать. Может быть, риф поглядеть и так далее. Brightness. Не, не, даже если... Сейчас Occlusion включим. Ага, Occlusion просто нет. Да, и Global Illumination что-то подходит. Вот в таком варианте оно смотрится неплохо. Но что-то меня не до конца еще устраивает. Так что я, наверное, еще посижу. Именно, наверное, что меня сейчас не полностью устраивает. Вот чтобы добиться вот этого эффекта. Очевидно, что мы не должны делать такой же свет. Потому что он будет... Ну, кстати, давайте теплое солнышко бахнем. Light. И посмотрим, как оно будет себя вести при теплом солнышке. Что-нибудь вот такое. Да, то есть видим, что надо уменьшать Saturation, да. Надо вот тут уменьшать Saturation еще меньше. Насыщенность цветов. Тут, наверное, высветлять эти камни и уменьшать расстояние. То есть надо посидеть High Point. То есть, да, процесс он такой мега увлекательный. Но вот понимаем, что да, мы поделали. Нас не все устроило. Надо поработать... Сделать камни ближе друг к другу. Вот если мы сделаем камни сейчас, вот этот стык между M-метоклюзным и очень сильным, на самом деле это не проблема, поскольку у нас есть пресет в Substance. То есть мне, по сути, надо доработать High Point. В остальном... Ну, может быть, можно вот эти штучки чуть-чуть опустить вниз. И крышечку. Да, то есть... В целом, думаю, мы близки. Надо просто еще чуть-чуть поработать и добрать необходимый вид. На этом мы сегодня заканчиваем. И мы завершаем. Я вас приглашаю всех в свою группу следить за дальнейшими анонсами. В четверг мы будем разбирать новый мой домик, который я делал для группы Z-Battle. Расскажу, что да как, поэтапно и так далее. И, может быть, что-то успеем поделать, но, маловероятно, скорее всего, это будет практически полностью лекция. Во следующий вторник, как обычно, сидим, делаем что-нибудь по домику. И через четверг мы финализируем карту. План, наверное, такой. А закрываем сегодняшнюю трансляцию. Мы классическим треком вступайте в группу. Всех жду. Следующий четверг. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok